Приветствую! Сегодня мы будем говорить о законопроекте 10.313 про обмеженно-предатных. И мы с вами выясним, действительно ли всех обмеженно-предатных направляют на повторное прохождение ВЛК, как это должно происходить, какая ответственность будет в случае отказа и какое решение может принять ВЛК. То есть такой человек, который сегодня является ограниченно-пригодным, он будет признан пригодным, либо останется вот этот статус ограниченно-пригодный. Итак, обо всем по порядку. Первый вопрос, а действительно ли люди, которые признаны ограниченно-пригодными, должны будут пройти повторный осмотр ВЛК? Ответ на этот вопрос мы с вами будем искать в тексте сравнительной таблицы, поскольку самого текста законопроекта 10.313 в том виде, как его приняли, еще на сайте Верховной Рады нет, но есть сравнительная таблица, из которой, в принципе, мы можем понять, что будет написано в тексте. Итак, смотрим. Вот эта таблица. Здесь мы обращаем внимание с вами на страницу 127. Переходим к ней. Вот она, 127 страница. И здесь нас интересует вот этот абзац. Вот давайте я сейчас его увеличу, чтобы вам было лучше видно. Вот так, да? Что здесь написано? Я думаю, что здесь не нужно быть юристом. Вы все прекрасно поняли, что здесь написано. Действительно, всех людей, которые на сегодняшний день имеют статус ограниченно пригодными, в законодательном порядке хотят отправить на повторную ВЛК. Все это предусмотрено прямо законом. И это, обращаю внимание, это будут переходные положения. Вот в переходных положениях это будет прописано. Когда начинается срок? Здесь же в переходных положениях написано, что закон вступает в силу через месяц после его подписания. И, соответственно, вот с того момента начинается вот этот девятимесячный срок, в течение которого мы все, ну, все, кто обмеженно придатный, должны будут пройти повторную ВЛК. Работа юриста – это зачастую придираться к словам. Но это вот прямо наше все. И вот здесь я хочу придраться к словам и показать вам, что этот закон еще не возложил обязанность на человека. То есть не нужно всем сразу, как только будет подписан закон, бежать в ТЦК, чтобы пройти медосмотр. Здесь нет обязанности для человека явиться на медосмотр. Почему я так считаю? Потому что здесь написано. Протягом девятых месяцев с дня набранья чинности цим законом подлягают повторному медичному огляду. Вот эта конструкция «подлягают повторному медичному огляду» она говорит не о том, что человек должен явиться сам. И как только закон принят, вступил в силу, человек должен бежать уже в ТЦК и СП, чтобы его направили на ВЛК. Нет. Вот это указание, оно скорее указание для ТЦК и СП. Потому что организовать медицинский осмотр должны именно они. А как они это могут сделать? А сделать они могут это просто. Все, что им нужно, это дать повестку человеку, который ограниченно пригоден, и в повестке указать, что он вызывается для прохождения медосмотра на основании соответствующего закона. Все. И это, по сути, единственный способ, который, исходя из действующего законодательства, существует. То есть, никакие там рассылки писем, никакие просто там вкладывания в почтовый ящик, ни приклеивания на дверь, ни звонки. Ничего из этого на сегодняшний день законом не предусмотрено. Есть единственный способ действий, который предусмотрен. Человеку нужно вручить повестку. Ну, соответственно, этот способ, он единственный до тех пор, пока не будет принят законопроект 10.449. Да, ну, что будет там, мы посмотрим. Какая ответственность? Обращаю ваше внимание, если вам в течение вот этих 9 месяцев не вручили повестку, и вы, соответственно, сами не захотели идти на ВЛК, то никакой ответственности не предусмотрено. Ну, не может ее быть, потому что там не указано, что вы обязаны явиться. Вы обязаны явиться только тогда, когда вам вручат повестку, когда вам ее домой принесут, либо же на работу через работодателя вручат, когда будет это все оформлено в соответствии с действующим законодательством. И, соответственно, если вам дали такую повестку, а вы не явились, то в соответствии с действующим законодательством максимально возможный штраф, это будет административный штраф в сумме 5100 гривен. То есть никакой уголовной ответственности здесь еще не предусмотрено. Теперь к вопросу перейдем о том, а такого человека признают пригодным, либо непригодным, либо ограниченно пригодным к воинской службе. Данный законопроект 10.313, хотя и вносит определенные изменения касательно ограниченно пригодных, в том числе в 14-ю статью закона Украины про ВО и ВС, но этот законопроект не убирает из законодательства статус обмеженно придатный. То есть этот статус остается, и 402 приказ тоже остается, и он на сегодняшний день действующий. И пока не будет изменен 402 приказ, статус ограниченно пригодный остается. Значит ли это, что не изменят 402 приказ? Ну, мы не знаем. Конечно же нет. То есть теоретически, учитывая, что такую норму приняли, да, и хотят всех ограниченно пригодных отправить на ВЛК, то, скорее всего, это такая реализация плана, о котором мы слышали раньше, что ограниченно пригодных быть не должно. Должен быть либо пригодный к воинской службе, либо непригодный к воинской службе. Но пока, на сегодняшний день, даже с учетом принятия вот этого законопроекта, статус ограниченно пригодный, он остается, и человек, явившись на ВЛК, может его получить. И мы будем надеяться, что этот статус сохранится и в дальнейшем, и никаких изменений в этом плане в 402 приказе не будет. На этом у меня все. Если вы считаете, что данное видео было полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал, также приглашаю вас в свой Telegram-канал. Его название вы сейчас видите у себя на экране вот здесь. Традиционно я вам пожелаю удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.